я хотел бы с вами поговорить о таком неоднозначном человеке на таком знаменитом человеке как мистер зингер величайший человек своего времени можно его назвать гением да то есть потому что мы имеем счастье наблюдать весь ассортимент швейной техники благодаря ему швейные машины вообще появились продажи именно он построил первый в мире завод по производству швейной техники вы понимаете дело в том что так часто бывает нашей жизни когда выдающийся человек когда гениальный человек как человек является то еще сволочью когда я спрашиваю людей в чем же выдающийся заслуга зингера не часто говорят о том что он изобрел швейную машину но это неверно этому изобретению на невском проспекте даже установлен памятник до зингера из было изобретено не меньше 15 швейных машин но так как ну такого понятия как швейные машины те далекие времена не существовало поэтому ближайшее подобие швейной машины то есть это был ткацкий станок и поэтому некоторые детали швейной машины называются как ткацком станке то есть одно из них это сам челнок так вот величайшее изобретение зингера состоит в том что он придумал иглу для швейной машины у которой ушко для вдевания нитки находится возле острия потому что все те машины которые были изобретены до этого то есть все они использовали иголку которой дырочка находилась в середине ну по подобию челнока в ткацком станке это все мистер зингер придумал не сам он все это придумал со своим другом фамилия которого фаб это были два молодых амбициозных изобретателя те ну давайте вернемся в те далекие времена молодости зингера посмотрим на цивилизованную европу тех времен это начало научно-технического прогресса приходили изобретатели капиталистов на ткацкие фабрики я изобрел швейную машину то показывает показывал капиталист смотрел на это а также смотрели на это все дело рабочие ткачи те времена существовал чисто мужская профессия то есть профессия ткачи то есть это были физически развитые мужчины которые целыми днями вот это вот ребенку это тут таскали таскали соответственно хорошие такие крепкие ребята изобретатель показывал швейную машинку капиталист такое зачем мне такая то вот она ты заменит труд минимум пятерых твоих вот этих здоровых мужиков мужики на это все дело смотрели капиталисты я подумал вечером мужики приходили домой к этому изобретателю били ему морду ломали эту швейную машину и говорили мы слушай парень у нас есть семьи у нас есть родители у нас есть дети ты хочешь нас лишить куска хлеба и соответственно то есть видя всю эту ситуацию два друга понимаю что в цивилизованной европе ничего не светит они решили поехать в америку и там запатентовать это все изобретение ну как молодые изобретательные люди они были не богатые и билет на теплоход в америку был только один кинули они жибий достался он зингеру и вот борта теплохода он махал там своему другу ручкой я тебя не забуду мы станем богатыми и знаменитыми однако по приезду в америку зингер встречает миллионера которому продает право владения этим изобретением и там такое довольно таки интересно это все выглядело то есть до тех пор то есть изобретение было оформлено на этого человека на американца но все эти люди которые захотят использовать такую иглу своей швейной машины должны платить именно зингеру до самой его смерти и этот человек то есть но это миллионер получил свою славу получил знаменитость и первый свой завод зингер построил в бразилии и только потом то есть то есть а долгое время он начал создавать заводы по всему миру он и в китае построил завод который позже стал такой знаменитой маркой как завод джуки да то есть и в европе тот же самый завод так стима дойс ну и соответственно в россии подольский механический завод но члены и машинки зингер да то есть но вот эти ручного привода я ремонтировал китайские французские итальянские польские один и тот же завод не писано что разные надпись продолжим по поводу гражданина зингера и вернемся мы не так далеко вернемся мы в лихие девяностые лихими девяностыми и швейными машинами зингер связана другая легенда легенда о том что машинах зингер определенного года выпуска существуют детали из драгоценных металлов типа так надо было то есть по поводу этой легенды вот я занимался продажей швейной технике и один из поставщиков у меня был то есть ну основной менеджер дат фирмы то есть у меня был молодой парень на тот момент им ему было 25 лет так вот этот парень свои 25 лет то есть он объездил все заводы мира там где производится вообще швейная техника также папа этого парня всю жизнь ремонтировал швейные машины дядя этого парня всю жизнь ремонтировал швейные машины дедушка этого парня всю жизнь ремонтировал швейные машины и ни один из них не видел швейные машины зингер не с платиновыми и золотыми деталями и с бриллиантами не сапфиром от кожи даже взялась легенда о том что машины зингер определенного года выпуска стоят огромные деньги есть даже свидетель бабушки в деревне за огромные тысячи долларов эти машинку купили это время когда одних людей деньги пропали а у других появилась их очень 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 много и соответственно как люди более-менее умные то есть не прекрасно понимали что ну деньги просто так хранить нельзя может быть пожар может быть бандиты и соответственно но хотелось бы как-то сохранить да то есть но один из хранения то есть но это драгоценные металлы на это драгоценные металлы то есть не все так просто все это дешевеет и поэтому доходили до того услышав эту легенду они думали но почему бы не купить там 10 20 таких швейных машин закопать их там где-то в огороде и потом ну если настанут трудные времена то есть откопать ну швейную машинку например там легче найти там чем трехлитровую банку до золота то есть соответственно но кто этим всем занимался соответственно этим всем занимались бандиты приходил этот человек до бандитов говорю ребят мне я знаю что вы скупаете то есть но я хотел бы вас купить 10 20 машин ну смотри то есть ну мы пони покупаем их там за две три тысячи долларов но тебе то есть ну давай за 45 тысяч долларов одну швейную машинку мы продадим ну получается вот такая вот сумма денег хорошо внешний лох я же приду с ювелиром назначенный день ждут его бандиты человек привозит с собой ювелира чтобы он подтвердил что в швейной машине есть там драгоценные металлы ювелир видит бандитов и он понимаю что если он скажет что это простая железяка то есть жить ему его семье совсем недолго то останется да 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 все на бриллиантовая золотая платиновая берите смело вам очень повезло поздравляю с покупкой быстренько быстренько себе домой что из этого получается то есть это получается легальный отъем денег человек добровольно захотел добровольно купил никто ему не навязывал в итоге лох куча металлона бандюги деньгами подписывайтесь на канал спасибо за внимание всего доброго до новых встреч